Всем привет! С вами сайт Рукотворная.ру. Меня зовут Анастасия. Добро пожаловать на YouTube канал, который посвящен самым коротким и полезным мастер-классам по вязанию крючком и спицами. Я вас здесь очень-очень рада видеть. И сегодняшнюю тему я предлагаю такую. Мы с вами поговорим о том, как влияет YouTube на зрителей и каким образом можно реагировать на критику. И еще одна тема, которую я тоже обязательно затрону, это самый часто задаваемый вопрос о том, сколько можно заработать на YouTube. Если вам все эти темы интересны, то оставайтесь со мной. Далее будут подробности. Еще, кстати, я это видео хочу посвятить тому, что у меня на канале уже 3000 подписчиков, чему я, конечно, очень рада. И хочу всем вам сказать большое спасибо, что вы подписываетесь, смотрите видео, ставите лайки, затрагиваете очень интересные темы, предлагаете темы для новых видео. Это помогает идти вперед. И о чем я хочу рассказать, прежде всего, когда буду говорить о том, как повлиял на меня YouTube. Я хочу сказать о том, что YouTube мало чем отличается, конечно, от вообще интернет-пространства. Ну и, по сути дела, это такой же социальный мир, как тот мир, который мы видим, если мы выйдем из нашей квартиры и пойдем на улицу. Здесь особенно ни о чем переживать не нужно, потому что нужно просто заниматься тем, что вам интересно. У меня история такова, что у меня с 2011 года был собственный сайт. Сайт под названием «Рукотворная ру». То есть я там рассказывала о том, что я сотворила своими руками. То есть я вязала и размещала фотографии, видео, описания изделий. Писала о различных техниках вязания. Это мне всегда было очень интересно и хотелось вязать и рассказывать о чем-то полезном другим людям. Но я, можно сказать, конечно, относилась к этому всему недостаточно серьезно, потому что никакого графика публикации не было у меня. Я как свяжу, так и размещу, например, какую-то фотографию или описание изделия. Не свяжу, так не размещу, например. Или связала уже, ношу какое-то изделие, кардиган, например. Но чтобы вас фотографировать, тоже нужно определенное время. На него у меня не всегда хватало сил и желаний. Поэтому сайт был такой полузаброшенный. Поэтому, когда я стала заниматься в какой-то мере созданием мастер-классов по вязанию крючком и спицами, здесь мне было уже гораздо интереснее, потому что я видела обратную связь. Я видела просмотры, что растут, что увеличивается количество подписчиков, что люди пишут комментарии. То есть пока я всю эту информацию размещала на своем сайте, у меня не было такой обратной связи. И я вообще, по сути дела, даже не видела особенного результата. Потому что отследить там по просмотрам, конечно, можно что-то, но динамики устойчивой тогда не было. Ну и вот чему меня научил YouTube. Потому что нужно обязательно работать над собой, нужно осваивать новое и никогда этого не бояться. Потому что, если посмотреть на меня даже год назад, я пользовалась самой простейшей и бесплатной программой для обработки видео. Что-то я пыталась монтировать для того, чтобы сделать изображение превью, для видео, для того, чтобы разместить на сайте какое-то изображение. Я пользовалась тоже такими странными уже сейчас бесплатными программами. Мне казалось, что Photoshop это что-то страшное и ужасное, что я никогда этого не смогу освоить. И поэтому особой динамики вперед и не было, я думаю. Но теперь, когда постепенно я пытаюсь, конечно, я не ас, но хотя бы я могу какое-то изображение открыть в Photoshop, сделать там какую-то надпись. Тут, конечно, можно до бесконечности осваивать эту программу, потому что здесь действительно возможностей очень много. Потом я поменяла еще, если кто-то заметил, программу для монтажа видео. Стало это у меня немного по-другому. Теперь я периодически добавляю мелодию к мастер-классам. Я стараюсь делать ее негромко, поэтому если кому-то это мешает, вы мне напишите. Потому что я сейчас в процессе того, что думаю, как лучше сделать, чтобы не отвлекала музыка и одновременно, чтобы все было понятно в видео. Поэтому я к предложениям всегда открыта и надеюсь, что вы мне тоже напишите, чего вам еще не хватает в моих видео. Еще также важный вопрос – это отношение к критике. Я знаю, что для многих это очень болезненный вопрос, вплоть до того, что люди очень сильно обижаются, реагируют как-то не совсем адекватно, мне кажется. И не пытаются понять вообще причину, почему люди им что-то такое сказали. Но, во-первых, я, конечно, хочу сказать, что так как все мы находимся в интернете, то любой человек может вам написать или сказать в ответ на ваше сообщение совершенно любые слова. И никогда не нужно на них реагировать так остро. Наша жизнь и так недостаточно длинная, чтобы думать о том, кто что о тебе подумал. Итак, что же я думаю по поводу критики? Во-первых, чтобы определить свое отношение к критике, нужно ее сначала будет разделить на конструктивную критику и деструктивную критику. Конструктивная критика – это когда человек вам говорит что-то, но он обосновывает свое мнение или что-то предлагает. То есть это такая точка зрения, которая на чем-то основана. А деструктивная критика – это когда человек просто выплескивает свои эмоции, ничем это не подтверждено, никакого конструктивного решения здесь нет. То есть вы ничего не можете изменить, повлиять на мнение этого человека и на то, что он вообще тут свои эмоции на вас вылил. То есть если критика конструктивная, то, конечно, нужно к ней прислушиваться, потому что многие вещи, бывают со стороны, действительно видны гораздо лучше. У меня тоже такие были случаи, когда я одни из первых видео, которые я делала, у меня там камера была не совсем в фокусе, например. То есть, конечно, было видно все, что я делаю, но довольно-таки это было не очень качественно. И в нескольких случаях даже мне писали люди совершенно адекватно, просто говорили, что как же так, такой полезный мастер-класс, такие полезные навыки, но очень сложно что-то понять или разглядеть. И в дальнейшем я переделывала, у меня есть уже несколько таких видео, переделывала эти видеоролики, добавляла новую версию и, в принципе, здесь все довольны и счастливы. То есть человек этот смог повлиять на меня, я тоже что-то сделала, оставила там ссылку потом этим рукодельницам, они тоже посмотрели это видео и все счастливы. Ну, тут что я могу еще сказать, то что у меня на канале не такая большая аудитория, то есть меня не так много людей смотрят, поэтому у меня, конечно, нет никаких проблем с хейтерами, я не создаю никакие там склоки, скандалы, интриги, я просто занимаюсь своим делом. Поэтому у меня таких прям уж очень негативных или каких-то неприятных комментариев, в принципе, вообще и не было. Ну, был у меня там случай, например, может быть, двоих-троих пользователей я просто забанила и все. То есть это действительно люди, которые писали какие-то совершенно непонятные вещи. Я даже не буду это цитировать, я просто прочитала это, подумала, что что-то с людьми не так и, ну, никакой от меня реакции не было, кроме того, что я их забанила и удалила их комментарии. Ну, бывает, пишут какие-то странные комментарии, конечно, бывает непонятно вообще, к чему это, поэтому некоторые такие комментарии я тоже удаляю и на них вообще не реагирую. То есть если люди не совсем в себе, почему я должна публиковать их комментарии у себя в моем личном мире, которым и является YouTube-канал, где я, получается, должна модерировать его, я должна следить за тем, чтобы был порядок. Ну, поэтому я так и поступаю. Ну и в итоге, как же я предлагаю реагировать вообще на все, что происходит в этом мире YouTube? Я предлагаю реагировать на все происходящее юмором, потому что без юмора мы не проживем это точно. Я предпочитаю, честно говоря, смеяться, чем плакать, и лучше я буду плакать от смеха, чем просто плакать. Поэтому вот позиция у меня такая, что ко всему нужно относиться с юмором, и во многом это и есть работа над собой. То есть нужно не только осваивать какие-то новые программы, стараться быть более технически подкованным, даже если ты гуманитарий, стопроцентный, как я, например. Это и есть работа над собой, то есть менять свое отношение к чему-то, если ты не можешь повлиять на сам факт. Ну и все это, конечно, помогает сохранить душевное равновесие. Это вообще главное в нашей жизни, потому что все-таки все происходящее должно доставлять какую-то радость. Потому что если думать только совсем о плохом, думать о плохом, говорить о плохом, то все плохое и будет происходить, потому что человек иного вообще не ждет. Ну и здесь нужно определиться, конечно, с приоритетами. То есть что для вас самое важное? Это ваше нынешнее переживание или результат, к которому вы придете, если вы вообще не будете переживать. Поэтому я предпочитаю все силы свои направлять на то, чтобы чего-то добиваться, а не на то, чтобы сидеть и думать, кто что обо мне подумает. По большому счету никто никому ничего не должен, и каждый занят своим собственным каким-то мировосприятием и мыслями только о себе. Поэтому только сам человек отвечает за свою жизнь. А жизнь у нас одна, и нужно делать только то, что ты действительно любишь. Это мое твердое убеждение, и я на 100% уверена, что так и нужно делать. Потому что если заниматься тем, что тебе неинтересно, результат будет нулевой. Можно, конечно, миллион раз себя убеждать в чем-то, уговаривать, говорить, что вот я сейчас немного потерплю, а потом у меня все получится. Но не нужно себя обманывать, хорошего результата не получится. Но самое главное, что может быть, что здесь, на ютюбе, что в жизни. Я считаю, нужно просто идти вперед и не сильно размышлять о том, кто что подумает и у кого где какие мысли появятся. Нужно прежде всего думать о себе, о своем благополучии. Потому что если вы будете сами счастливы, то и все вокруг будут тоже счастливы. Потому что вокруг несчастных людей обычно такое же несчастье, горе и беда. Ну и последний вопрос. Это заработок на ютюбе. Ну что тут можно сказать? Если вы собираетесь заниматься ютюбом, добавлять какие-то видеоролики, снимать, вообще заниматься всем, что связано с ютюбом, и вы именно хотите заработать денег, то лучше этим не заниматься. Наверное, так говорят практически все, и я повторю то же самое. То есть если последние несколько лет очень упали доходы вообще всех ютюберов, в том числе миллионников, например, то что тут говорить о людях, которые только начинают этим заниматься? Это просто совершенно бесперспективная вещь. Если реклама на ютюбе стоит 20 центов за тысячу просмотров, о каких доходах тут можно говорить? То есть если вы просто хотите зарабатывать деньги и ищете какой-то, в кавычках, легкий способ, то его вообще не существует. А если вам просто интересно чем-то заниматься, и вы хотите рассказывать об этом другим, тогда да, это хороший вариант. Но, к сожалению, в России очень низкие расценки на рекламу, которые показывают в видеороликах на ютюбе, и поэтому сложно вообще заработать хоть какие-либо деньги, на которые можно было бы жить. Поэтому ютюб может быть только какой-то подработкой, особенно на начальном этапе. Или если вы не блогер-миллионник, которому заказывают рекламу. Ведь это и есть особенность именно русских ютюберов. И она в том заключается, что за границей эти блогеры, которые размещают свои видео на ютюбе, они практически не берут никакие заказы ни у каких фирм, то есть рекламные видео они вообще не снимают. Им достаточно дохода, на который они живут от просмотра рекламы, которую размещает ютюб. А в нашей же стране ситуация прямо противоположная. То есть у нас, чтобы что-то более-менее заработать, человеку, который занимается ютюбом, ему приходится брать какие-то рекламные темы и рекламировать те или иные какие-то изделия, фирмы, препараты и так далее. Ну, препараты я, конечно, не скажу, потому что реклама медицинских препаратов, я думаю, вообще запрещена. Ну, допустим, косметику. Вот, поэтому путь к тому, чтобы добиться хоть какой-либо аудитории, он может занимать несколько лет. Поэтому нужно сразу для себя определиться, на что вы готовы. Тут ничего бесплатного, естественно, не может быть. Можно, конечно, сплатить за то, чтобы ваш аккаунт в кавычках «раскрутили», заказать рекламу. У вас будет больше подписчиков, будет больше просмотров, но не факт, что это не мертвые души. Потому что я, например, сейчас ни копейки ни во что не вложила. Получается, что я вот на YouTube с апреля 2016 года, на настоящий момент, на июнь, у меня 3000 подписчиков. Монетизацию через AdSense я включила в августе прошлого года. То есть года еще не прошло. И у меня еще нет даже заработанных 100 долларов, которые я могу получить, снять и как-либо ими распорядиться. То есть сколько нужно проработать, условно говоря, хотя это и есть работа, чтобы заработать хотя бы 100 долларов. Это получается больше года в любом случае. Но если вы, естественно, не какой-то топовый или известный человек, блогер какой-то, который уже, например, занимался модой или косметикой, еще чем-то, ситуации, конечно, есть разные. Но если мы берем просто обычного человека, который делает что-то самостоятельно, без какой-либо такой поддержки медийной, то это будет примерно вот так, как и есть. То есть это и есть 20 центов за 1000 просмотров. Вот и все. Конечно, если смотреть по динамике просмотров у меня, то я вижу, что если в прошлом году, в мае, у меня было где-то, наверное, 300 просмотров за целый месяц, то есть у меня вообще практически не было просмотров, канал только создавался. Сейчас, допустим, есть у меня там, ну пусть 1000 просмотров. Это уже хорошо. Хотя летом такое есть падение небольшое все-таки, интерес к вязанию. Но самое главное, что я могу сказать или посоветовать, нужно обязательно идти вперед, находить достижимые цели и заниматься тем, что вам действительно интересно. Остальное все вам вообще нигде не поможет. И никаким образом вы не станете счастливее от того, что будете заниматься тем, что вам неинтересно. Ну и в завершение я хочу сказать большое спасибо всем-всем-всем-всем моим 3000 подписчикам. Спасибо, что смотрите. Обязательно мне поставьте лайк, потому что мне очень важно будет знать ваше мнение, знать, что вам понравились такие видео. Может быть, вы тоже со мной повязали, пока я вот здесь вяжу нечто огромное. Кстати, кто догадается, что я вяжу? Это вот крючком, такое плотное полотно. Что это? Пишите в комментариях ответы, я потом всем отвечу. Кто угадал или нет. Ну вот, а если это видео было вам полезно, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте ролик к себе. Всем желаю удачи и побольше вдохновения. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...